Здравствуйте! Это программа «Открытые разговоры» и я ее ведущий Андрей Фадеев. На последнем пленарном заседании Краевого законодательного собрания губернатор Пермского края Максим Решетников представил проект бюджета региона на 2020 год. Об основных параметрах главного финансового документа, а также об итогах депутатской работы мы сегодня поговорим с первым заместителем председателя Краевого законодательного собрания Игорем Попковым. Игорь Валентинович, здравствуйте! Здравствуйте! Вы присутствовали на этом заседании, когда губернатор представлял проект бюджета. Хотелось бы у вас узнать, на что все-таки региональные власти планируют потратить деньги. Конечно, в первую очередь будут тратиться деньги на социальные нужды наших жителей, но хотел бы обратить внимание на две новеллы, которые были представлены губернатором в рамках трехлетнего проекта бюджета на 2020, 2021, 2022 год. Первая тема касается резкого увеличения инвестиционных расходов как на строительство объектов социальной инфраструктуры, садиков, школ, больниц, так и дорожных объектов. И вторая тема, которую мы тоже давно уже ждали, это индексация социальных расходов, в том числе пособий и нормативов на содержание учащихся. В своей депутатской работе вы много внимания уделяете системе здравоохранения города Березники. Как вы оцениваете работу ушедшего на повышение бывшего главного врача Краевой больницы имени Вагнера Михаила Суханова, и какие приоритеты вы бы поставили перед новым главным врачом Романом Коневым? Сегодня мы можем сказать, что практически за два года, которые прошло с присвоением статуса городской больницы статуса Краевой, было сделано очень много. Но по деньгам, если говорить, то было вложено в модернизацию здравоохранения около 430 миллионов рублей. Сумма, в принципе, значительная с учетом того недофинансирования, которое было в предыдущие годы. И то, что эти деньги пошли на приобретение нового оборудования МРТ, на ремонты, на проект «Новая поликлиника». И на самом деле мы увидели, что меняться наше стало здравоохранение, городская больница. Не просто изменилось статус Краевой, там появились новые буквы, но и изменилось качество оказания этой услуги. В этом, на мой взгляд, то, что сдвинулось, может быть, с мертвой точки или стало так из инертного развития, конечно, есть заслуга Михаила Сергеевича Суханова. Но я в таких случаях говорю, сделать, друзья, нам предстоит гораздо больше, чем сделано. И об этом мы буквально сегодня разговаривали с новым главным врачом Краевой больницы Романом Андреевичем Коневым. О том, что в ближайшую трехлетку нам необходимо наконец-то завершить совершенствование онкоотделения, связанное также работой с инфекционным отделением, с детским здравоохранением. В общем, перечислять я могу много. На сегодняшний день мы видим, что ресурс для реализации этих задач есть, в том числе с помощью промышленных предприятий. Главное не останавливаться, и тот взятый темп мы должны сохранить и в ближайшие три года. Кстати, мы уже пообщались с новым главным врачом Краевой больницы имени Вагнера Евгения Антоновича. И сейчас давайте посмотрим небольшой материал о Романе Андреевиче Коневе. Роман Конев окончил Пермскую государственную медицинскую академию, затем пошел в интернатуру на хирурга, работал проктологом, врачом-хирургом, а в ноябре 2017 года заступил на должность главного врача Добрянской больницы. За два года он закрыл долги, отремонтировал стационары и сократил очереди к терапевту. Правда, как признался новый главврач, в Березняках зоны ответственности куда больше. Задачи есть, потому что достаточно крупное отделение онкологии в Березняках, достаточно активная хирургия, поэтому это надо все будет развивать, что-то придумывать новое для доступности и качества оказания медицинской помощи. Кстати, о личном. Молодого руководителя поддерживают жена и трое детей. Но, как заверил новый врач, первым делом все-таки работа. Продолжим тему медицины в нашем регионе. Читая обращение губернатора по поводу бюджета, обратил внимание, что в системе здравоохранения у нас в Пермском крае не все хорошо. Есть нехватка узких специалистов, и Максим Геннадьевич обозначил некоторые пути решения этой проблемы. Можно об этом поподробнее? В первую очередь, это создание так называемого целевого набора в нашем университете. Это касается не только студентов, но и ординатуры. На сегодняшний день мы видим цифру, что около 90 специалистов в течение пяти лет должны прийти в Березняковское здравоохранение. Но мы понимаем, что ждать пять лет никто не хочет, и на самом деле нам нужно решать сегодня эти задачи. Они решаются с помощью муниципальной программы привлечения кадров здравоохранения. На помощь приходят и промышленные предприятия. Поэтому, конечно, мы видим, что те 90 человек, которые сегодня заявлены, это, конечно, будет решать, снижать остроту проблемы. Но нужно использовать и другие механизмы по привлечению врачей в наш город. И мы будем этим заниматься. В октябре в Березняках прошло заседание консультативного совета депутатов Законодательного собрания Пермского края. Ваши коллеги-депутаты из других округов достаточно высоко оценили работу березняковских дорожных строителей. Какие шаги в дальнейшем предпримет региональная власть для развития дорог в Березняках и Верхникаме? Конечно, проведение консультативного совета способствует не только тому, что мы оцениваем текущее состояние дел, но и позволяет обратить внимание краевых властей на приоритеты, которые видят жители города в дорожном строительстве. И я должен сказать, что с этой точки зрения было очень полезно проведение консультативного совета в нашем городе. Но по приоритетам. В первую очередь, это, конечно, продолжение реконструкции дороги Березняки-Соликамск. Конкурс уже проведен, и я думаю, что следующий этап начнется уже в первом квартале 2020 года. Но есть еще дорога, с которой мы никак не можем закончить работу. Это дорога Березняки-Кудымкар, особенно то, что касается дороги от Усолья до Шемейного. Вот этот участок нас очень беспокоит, и я надеюсь, что и в следующем году там начнутся работы по приведению покрытия дорожного в нормативное состояние. Хотя на первом этапе это все-таки будет покрытие так называемого переходного периода. Ну и в своем послании губернатор также говорил о том, что надо больше внимания уделять дорогам на севере Пермского края, потому что они не так развиты, наверное. Я думаю, что это будет касаться в первую очередь того, что в нашем краевом бюджете мы увеличили все-таки финансирование муниципалитетов почти на 2 миллиарда через средства дорожного фонда. Будут переданы средства на то, чтобы внутри городские дороги, поселенческие дороги у нас были приведены в нормативное состояние. Я надеюсь, что вот проект, который связан с комфортной городской средой, то есть благоустройство придомовых территорий, он также будет продолжен с должной эффективностью. И мы действительно изменим городскую среду к лучшему. Игорь Валентинович, какие все-таки самые важные моменты были в 2019 году, хоть год еще не закончился, но тем не менее, на что можно обратить внимание, что сделано, какие достижения, может быть, раньше казались невозможными, но сейчас они уже произошли. Если говорить о кратких итогах 2019 года, я все-таки обратил бы внимание на то, что в городе появился уникальный объект спортивный, это Ледовый дворец. Я знаю, что есть много вопросов, связанных с его теперешней жизнью и эксплуатацией, но, надеюсь, все эти трудности преодолимы. И действительно, этого объекта раньше не было, теперь он в городе есть. Ну и вторую тему я бы все-таки отметил, то, что у нас произошли реальные шаги по изменению в городской больнице, теперь уже краевой больнице имени Евгения Антоновича Вагнера, в том числе приобретение и работа МРТ. Это тоже такое уникальное оборудование, которое точно улучшит диагностику сегодня наших жителей и позволит более качественно проводить их лечение. Я считаю, что вот именно этот задел позволяет нам с оптимизмом смотреть на осуществление других проектов, в том числе национальных, на территории города Березники. Я благодарю вас, Игорь Валентинович, за подробный рассказ. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях в студии был первый заместитель председателя Краевого законодательного собрания Игорь Попков. Спасибо за внимание. Это была программа «Открытый разговор». Еще увидимся. Всего доброго.